Всем привет! Совсем недавно на канале вышло видео по результатам применения препарата фунгицида под названием Топсин М. Видео вызвало бурю эмоций, вопросов, каких-то бесконечных вопросов. Я сегодня систематизировала все вопросы, объединила по общим темам и постараюсь на них прямо в видео ответить, потому что отвечать на один и тот же вопрос, задаваемый вами по мере продвижения комментариев, тоже нереально. Вот, поэтому сегодня подробно еще разочек все расскажу. Отвечу на некоторые очень колкие вопросы по поводу применения того или иного препарата. Были мнения, которые, ну, точки зрения, вернее, точки зрения ваши, которые, ну, в корне не согласны были с моими. Какими-то результатами на моих растениях, то, что я сказала в видео, да, о применении именно Топсина М. Сегодня все я вам расскажу более подробно и более углубленно. Топсин М – фунгицид. Фунгицид, который обладает широким спектром воздействия на множественные грибки, споры, даже бактерии. Топсин М обладает, как я сказала, очень ценным побочным эффектом от своего применения. Он еще и в процессе нахождения в тканях растения может защищать орхидею, проявлять инсектицидные свойства. Да, то есть фунгицид, вот такой вот, он как бы не заявлен, что он инсектицид, да, как препарат два в одном. Но замечено было, что этот препарат Топсин М обладает в том числе и защитой от вредителей на разных стадиях развития наших орхидей. Не клещей. Клещи – это акарициды, препараты, которые с ними борются, инсектициды, препараты от вредителей насекомых. И также свойства, когда растение вылечивается, освобождается полностью от инфекции. Прекрасное свойство препарата, которое дает очень хороший, стимулирующий толчковый эффект для новых ростов и развития наших пролеченных орхидеюшек. Были вопросы. Я вам показывала флакончик с жидкой формой. Это суспензия, разведенная суспензия Топсина М, который я покупаю. Я знаю, что есть еще порошкообразная форма Топсина М. И очень много вопросов, несколько десятков вопросов было по теме. Ирина, у вас жидкая форма, а с порошком-то как работать? Расскажите нам, пожалуйста, как порошком точечно обрабатывать столики, как порошком поливать, в какой дозировке пропорции разведения этого препарата. Рассказываю. По жидкой форме в том видео я вам все сказала, что я работаю 2 мл на литр воды, полив по корням. Если я работаю со стволиками растений, я беру кисточку и неразведенную форму суспензии, белая суспензия, она такая очень плотная, хорошо покрывающая ткани растения, стволики, кисточкой покрываю неразбавленным Топсин М суспензией. Прям вот эти вот, те места, которые мне необходимо пролечить на стволиках растений. Иногда даже на листиках. Иногда промазываю. Дальше. По порошкообразной форме. Сейчас я вам скажу, как эту красавицу зовут. Знаю, много будет комментариев. Ирина, скажите, что за цветок у вас стоит сегодня, как украшение видео. Порошкообразная форма препарата Топсин М разводится в следующей пропорции. 1 грамм препарата. Дозировку можно мерить мерными ложками в 1 мл 1 грамм. Либо можно отрезать шприцы, как бы вот этот верхний клапан, куда крепится иголка. Я его срезаю и вывожу поршень на 1 грамм, 1 мл. Грубо будем так говорить. Потому что плотность препарата тоже бывает разная. И по весу, и в разведенном виде. Грубо будем говорить, что выставляем поршень в 1 мл. И насыпаем туда Топсин М в шприц. Все, вы отмерили препарат. Берете 1 грамм препарата, порошка на литр воды. Поливаете ваше растение. Дальше. Как обработать стволики орхидей порошком? Вы насыпаете необходимое количество порошка в маленькую мензурочку. И начинаете туда капать по несколько капелек водички. Доводите состояние вот этого порошка до той нормы, которая будет напоминать именно вот эту вот плотную суспензию. И вот этой суспензии вы просто-напросто промазываете кисточкой стволики ваших растений. Получается практически все то же самое. Просто вы сами делаете вот эту вот суспензию для обработки стволиков ваших орхидей. Это самый популярный вопрос, который мне задавался по этому препарату. По порошкообразной форме препарата мне написала комментарий Елена Курлиня. Если я неправильно поставила ударение на вашу фамилию, прошу прощения. Вот Елена, кстати, написала очень хороший совет, которым я тоже частенько пользуюсь. Разводя те или иные порошкообразные формы препарата какими-то антисептическими составами. На канале об этом тоже я вам показывала несколько видео. Вот Елена пишет. Ирина, в Новосибирске топсин М продается в сухом виде. Я применяю для лечения стволиков орхидей. И еще на ожогах. Развожу с мирамистином. То есть вы берете какое-то количество порошкообразного топсина М. Начинаете капать антисептический состав мирамистина. Можно, кстати, использовать хлоргексидин. Пожалуйста. Топсин я вам рассказывала. Он показан применением в баковых смесях. В том числе и с другими фунгицидами. А так как наши средства антисептические, аптечные, не являются медь содержащими. Я вам рассказывала, что с топсином нельзя смешивать только препараты фунгициды медь содержащие. Все. Мы спокойно берем либо мирамистин, либо хлоргексидин. Не спиртовую форму разведения хлоргексидина. А именно водную форму разведения. Пожалуйста. Капаем либо мирамистином, либо хлоргексидином. Доводим порошок до определенной суспензии плотного такого вида. И начинаем покрывать стволики растений. Вот Елена пишет. Развожу с мирамистином. Получается убойная смесь два в одном. Белю все нужные места кисточкой. Ну я Елене поблагодарила, конечно, ее написала Елена. Вы абсолютно правильно делаете. Спасибо вам за вашу точку зрения и за ваш комментарий. Вот. Это по порошкообразной форме препарата. Дальше. Был вопрос. Марина Егорова мне написала комментарий. Ирина, доброе утро. С Максимом совсем с вами не согласна. Вы помните, что в том видео я вам рассказывала, что Топсин М я ставлю на первое место как фунгицид рабочий, который очень хорошо лечит наши орхидеи, инфекции разных возбудителей. Но еще я сравнивала его с Максимом. Вот. А Максим я поставила на второе место. И я сказала, что Максим, Максимом я пролечила не один десяток растений. И растения прекрасно вылечиваются. Но у Максима есть определенные тонкости применения. Сейчас я вам напомню о них. И объясню Марине, в чем все-таки состоит моя точка зрения. Почему я так именно в том видео рассуждала. Вот она мне пишет. Совсем с вами не согласна. Три года мажу от души. Никаких проблем нет. Только одни плюсы. Марина, ну смотрите. О свойствах препарата Максима, о плохих свойствах даже не заявлялось. Я наоборот в том видео говорила, что Максим эффективен. И я лечила очень много растений Максимом, когда не знала о топсине М. Ну, знаете как? Я где-то, может быть, я слышала о нем. Я знала о существовании этого препарата. Но, что называется, в руку не ложился. Вот. У меня был Максим. Я работала прекрасно с этим препаратом. Я множество раз вам рассказывала о тех наблюдениях, к которым я пришла, ну где-то набивая собственные шишки. Когда, например, при обработке маленьких орхидей, маленьких деток, например, орхидей, которые мы покупаем во мхе размера 1,7, у которых нет одеревенения ствола, тоненькие стволики у растений, при обработке не разбавлено Максимом М, горят стволы. Это не только мои шишки, которые я получила при обработке Максима молодых стволиков растений. Это в том числе и негативные отклики моих, ну, друзей, орходрузей, которые мне вконтакте пишут вот такие вот отрицательные стороны применения Максима на молоденьких, маленьких орхидеях. Да, Максим неразбавленный, красный вот этой, покрывая кисточкой молодые стволики, где нет вот этих плотных, продольных, таких образующих каркас ствола стерженьков, как вот на взрослых растениях, да, то есть одеревенение идет на уже более взрослых орхидейках. На маленьких орхидейках этого одеревенения нет, там сплошная мягкая ткань, зелененькая. И вот Максим он ее прожигает сплошную. Особенно это происходит, если вы, например, снимаете листочки, делаете какую-то незначительную зачистку пораженной ткани, глубоко инфицированной, и потом начинаете покрывать Максимом стволы. Вы знаете, я вам могу сказать, что, опять-таки, я как тот агрегатор, который получает множественные результаты вашего применения, например, тех или иных препаратов на наших орхидеях. Ко мне приходит очень много, вы ко мне обращаетесь, очень много информации по поводу применения того или иного препарата в положительную либо отрицательную сторону. И мы вместе с вами разбираем все то, что имеем. Я сопоставляю со своими результатами и вывожу какой-то общий единый вектор и озвучиваю его для вас. Ничего никогда не придумываю, поверьте мне. Дальше. Вот, знаете, вот сравнивая Тапсин М, допустим, почему я его поставила на первое место, а Максим я поставила на второе место. Об эффективности этих препаратов даже спору у меня в том видео не было. Я вам говорила, что Максимом я лечу растения, лечила и буду лечить. Но нужно учитывать особенность применения Максима в определенных случаях. Это когда мы пытаемся Максимом работать по корням, что я никогда не делаю, не делала и делать не буду. И сейчас мы исключаем обработку маленьких растений, у которых очень тоненькие стволики. Именно обработку не разбавлена Максимом. Если вы хотите работать с Максимом, у вас нет Тапсина М, мы берем одну капельку Максима и берем 10 капелек воды. Делаем вот такое разведение, и уже вот такая вот разведенная, получается, в 10 раз концентрация Максима, она уже не повредит молодым стволикам наших орхидеюшек. Об этом на канале в том числе тоже я рассказывала. Дальше, Максимом мы работаем по корням, да? Не мы, нет, вы работаете по корням, потому что я никогда Максимом по корням не работала. Свою точку зрения я рассказывала в одном очень глубоко аналитическом видео, ссылочку на это видео я оставлю под сегодняшним видео, внизу в описании, пройдите, посмотрите. Я рассказывала и показывала результаты применения Максима, и рассказывала, почему я не поливаю Максимом по корням. Но немножко повторюсь. Смотрите, при обработке Максимом корневой системы, если вы обрабатываете корни орхидеи в грунте, нужно учитывать тот момент, что Максим способен мало того, что проникнуть через оболочку корня и насытить губку виламена, то есть долго находиться в этой губке сам Максим препарат. Но еще Максим впитывается в грунт. Кора пропитывается, мох, если у вас в посадке орхидея в омхе находится, либо миксовка там коры со мхом. Грунт тоже пропитывается Максимом. И у вас происходит, что происходит у растения в посадке? У вас происходит не 20-минутная, например, обработка корней растения Максимом, а суточная или двухсуточная обработка корней Максимом, если вы действительно обрабатываете корневую систему в грунте. Все, ну это все, это ожог корневой системы и все, сухие плети. Вот посмотрите, у меня вот такая маленькая орхидейка есть. Сейчас она уже восстанавливается. И у ее прекрасного восстановления я действительно, вот результат я вам могу показать. Прекрасное восстановление, прекрасное наращивание корневой системы, но эта орхидея пересаживалась мной после адаптации вот в эту систему посадки. Из мха она была маленькая-маленькая, размер 1,7, и у нее была проблема ствола. Пометуя о том, что Максим реально может сжечь, прожечь вот сплошняком стволик растения, я после глубокой зачистки стволика, этой орхидеи там осталось от вот такого стволика малюсенького половина, потому что мне нужно было зачистить, там шла чернота, причем чернота мокрая шла, и мне нужно было зачистить, но до конца я не смогла зачистить. Я видела, что там еще осталась пораженная отечная ткань. Но дальше у меня уже была реальная опасность просто изрезать ствол растения, я не стала это делать, я взяла место Максима М, я его на маленьких растениях стараюсь не применять, ну без разведения, как я вам сказала. Вот, пожалуйста, я применила топсин М чистый, чистую суспензию, взяла кисточку, обмакнула вот в эту вот жидкую форму топсина, которую я покупаю, и промазала ствол очень глубоко, со всех сторон, вниз, там, где я обрабатывала, выше уровня поражения, все промазала. Орхидея, ну она как сумасшедшая, стала растить верхний уровень корешков. Она, знаете, вот она показала очень стремительный рост. У нее после обработки, вот сейчас уже третий листочек идет. Посмотрите, как прекрасно восстановилась орхидея. Вот, пожалуйста, вот еще один очень яркий пример использования именно топсина М на маленьких растениях. Вот, что он не имеет эффекта поджигания стволиков маленьких орхидей. Как это делает Максим, если он не разбавлен? Рассматривая растения, кажется, ой, сейчас мы пролечим, и все будет хорошо. Вы знаете, я вам могу сказать, что есть прекрасные корневые фунгициды, фитоловин, слаболечащий и очень хороший профилактический препарат. В дозировке разведения лечебный фитоловин нужно развести 2 мл на пол-литра воды, не на литр, как пишет производитель. Тогда эффект будет более результативным. Есть прекрасный корневой фунгицид, привикур, который тоже можно применять для корневой системы растения. Он способен проникать сквозь оболочку, курсировать по тканям орхидея, пролечивать наши орхидеюшки и бороться с грибковыми инфекциями корневой системы. Зачем Максим применять для корневой системы орхидей, мне непонятно. Особенность строения корня растения, губчатая структура корня, это веламен, который напитывается составом теми препаратами, которые вы добавляете в воду. И при длительном нахождении этого препарата в корне, корни начинают сохнуть. Даже были, знаете, убойные разведения фитоспорином. Об этом я вам тоже рассказывала. Девушки множественно раз ко мне обращались и писали, Ирина, ну разве можно фитоспорином? Нам сказали где-то там, что фитоспорином нельзя повредить корневую систему. То есть лейте, заливайтесь корни, замачивайте, ничего вы этой сенной палочкой корням не сделаете. Да вы корням-то сенной палочкой ничего не сделаете. Но только фитоспорин, он усилен гуматами. И вы просто-напросто при большей дозировке разведения, когда вы там плюхаете, например, по 15-20 грамм разведенного маточного раствора на литр воды, вы даете просто увеличенную дозировку, в том числе и удобрения, гуматы. Они, простите, очень быстро сожгут корни орхидеи. Об этом тоже на канале я рассказывала. Поэтому норма разведения фитоспорина, маточного раствора, который готовится из пасты, не более чем чайная ложка, и то не верхом, на литр воды. Тогда получается прекрасный результат. Так, это по Максиму, что я сказала. Поэтому, вот почему, знаете, берем, допустим, Топсин-М препарат на первом месте, который я поставила более на высокий уровень пьедестала на первое место, и Максим чуть пониже. Почему? Потому что сравнивая тот или иной препарат, который обладает прекрасными лечебными свойствами, у одного препарата было мной и вами выявлена некая отрицательная сторона. Даже две. При обработке Максимом горят молодые стволики растений, и при неправильной норме разведения Максима при поливе корней происходит поджигание корневой системы. Сгорают корни. Я считаю, что это две очень весомые причины, которые все-таки дают мне право поставить Максим на второй уровень пьедестала, нежели Топсин. Поэтому вот у Топсина я пока не заметила, кроме, конечно, класса опасности. Максим имеет более низкий класс опасности, Топсин-М имеет более высокий класс опасности, второй. Поэтому индивидуальные средства защиты нам в помощь. Пожалуйста, не забывайте о них, перчаточки, ну и обязательно респиратор. Вот и все. И что я делаю, как я сказала в видео, я не разбрызгиваю эти препараты по воздушному пространству, помещению, где растут мои орхидеи. Вот. Я просто беру ватные диски и протираю листочки Топсин-М в перчатках. Все. Так, рассказала вам все-таки вот эту вот для меня ощутимую разницу между двумя препаратами, потому что я считаю, что об этом нужно все-таки сказать и озвучить свою точку зрения. Как я поняла после того видео вашим комментариям, нужно было бы дать более расширенную, вот такую вот обоснованную свою версию. Так, далее. Мне написали. Раир Шрири. Написал. Или написала, не знаю. Почему не верите в народные средства? Ну, я, конечно, ответила на этот комментарий кратко, как могла, под своим видео тем. Для вас я хочу озвучить следующую свою точку зрения. Я не против народных препаратов. Как я скажу, все хорошо ко двору. Бывают на растениях разные формы инфицирования. И когда я прибегаю при лечении своих орхидей к хорошим, сложным, химическим фунгицидам, значит, к этому есть уже основания и обоснования использования именно этих фунгицидов. Если я вижу на стволике растения незначительные поражения, где-то какая-то слабая обугленность, если, допустим, где-то немножко выжелтевание листа пошло, и я вижу, что при снимании этого листика, в принципе, на стволике все хорошо, там я могу применить, ну, тот же самый фитоловин, точечно кисточкой покрыв место съема листиков. Почему нет? Иногда просто беру зеленку и мажу зеленкой. И я знаю, что результат будет положительным при применении не сильных фунгицидов. А когда я вижу, что на стволике растения есть явная инфекция, которая пробралась уже очень глубоко в ствол, где мне приходится снимать половину ствола, туда, конечно, я буду накладывать кисточкой неразбавленную форму либо Максима, либо Топсина М. Но если это молодые растения, конечно, я сделаю выбор в пользу Топсина М. Народные средства, пожалуйста, применяйте сколько угодно. Вот. Важно при определении степени инфицирования ствола растения и заболевания растения, важно определить степень поражения. Если она высокая, если она большая, значительная, то здесь, работая народными средствами, можно потерять время. Это моя точка зрения. Пожалуйста, ради бога, народные средства, та же самая корица, которая может использоваться при снятии листиков, для того, чтобы хорошо, быстренько затрамбовать, подсохнуть, сделать такую защитную мембрану от проникновения инфекции, там, бактерии и того сего, где так даже активированный уголь толченый, который имеет прекрасный вот такой ацаргирующий эффект. Почему нет? Это все можно использовать. Кто-то показывает на каналах другие народные методы применения тех или иных средств. Я вам на канале рассказывала, что можно использовать куркуму. Порошкообразная форма для прикрытия каких-то незначительных царапин, проявлений, каких-то пятышек, которые вот они здесь. Снимаем это пятнышко, там чистая ткань. Даже можно не убирать это пятнышко. Видим, что неглубокое поражение. Пожалуйста, применяйте тот же самый сок имбиря. Жгучие свойства, антисептические свойства, антибактериальные свойства. За счет жгучих свойств этого препарата, этого сока, корня имбиря, они действуют очень-очень хорошо, блокируя незначительные, только что начинающиеся какие-то инфекции на стволиках растений. Пожалуйста, ради бога. Но когда я вижу глубокую степень проникновения инфекции ствол, там я беру хорошие препараты, которые мне позволят не утерять время и сделать быстрое лечение орхидеи. Дальше. Тепуджин и тапсин. Спросили у меня, Ирин, вы штепуджином там мазали стволик растения? Да, было такое. И как-то касательно, когда я вам в обзорах показывала своего прекрасного красавца лосиндж, еще название у него жемчужина императора, красивая необыкновенная орхидея, там были явные проблемы, где я брала эмульсию тапуджин М и промазывала стволики. Эмульсия там как бы такая клеящая основа, в которой растворено действующее вещество. Тапсин М и тапуджин М это, и паста тапуджин, она так называется пастой, я ее эмульсия называю, это препараты, которые имеют разное коммерческое название, но одинаковое действующее вещество. То есть между ними можно поставить знак равенства. Вот и все. Далее, еще вот у меня был такой вопрос, Людмила Меринова задала мне вопрос. Доброе утро, Ирина, как вы проливаете орхидеи тапсином М или замачиваете? Здесь, конечно, я тоже дала краткий ответ, но для вас я его озвучу в более расширенной форме. Потому что это тоже важная тема и очень важный вопрос. И спасибо вам большое, что вы мне задаете такие глубокие вопросы. Не все можно в видео вспомнить, озвучить и не полностью тему раскрыть. Вы мне в помощь, поэтому сегодня видео для вас. Значит, когда я развожу для обработки корневой системы, даже не обработки корневой системы, а скорее через корни подачи этого препарата в ткани орхидей, развожу, как я вам сказала, 2 мл суспензии тапсина М на литр воды. Что я делаю? Если у меня орхидеи обрабатываются, находясь в посадках мох или кора и много мха, 30%, например, то тогда я не замачиваю растения в этом составе. Я даю нижний полив, либо полив по стенкам горшка грушей, наливаю им где-то пару сантиметров, чтобы у меня горшочек с амхом опустился на 2 сантиметра в поливочную воду с препаратом Тапсин М. Все. Вот так. Никаких замачиваний именно во мхе растений в этот препарат. Потому что нужно помнить, что вы дадите в корне его, мало того, мох напитается очень сильно, потому что мха очень влагоемкие свойства. И что получается? Длительное нахождение препарата в уровне корней, из-за того, что мох наберет много этого препарата в себя. Вот. Поэтому проливом чуть-чуть оставляй воду, мох. Все. Там за 15 минут буквально вода уходит наверх мхом. Влагоемкие и гигроскопические свойства мха. Поднимается постепенно этот препарат в разведенном составе воды. И все. Но при этом мох сильно не увлажняется. Если у вас не пересажены орхидеи, и у них вы не убрали торфяной стакан, об этом тоже нужно помнить. И замачивать растения, например, в топсин М полностью, полным погружением горшка, в посадке кора, но при наличии торфяного стакана тоже не нужно делать. Достаточно погрузить горшочек проливом, поливая по стеночкам горшка водичку с топсином, и оставив вот так горшочек, где-то сантиметра на 2,5 в препарате топсин М. Все. Через час-полтора можно эту воду удалить, когда напитается нижний уровень грунта и напитаются нижние корни. Но если у вас ваша домашняя посадка, если вы позаботились о вашей орхидее после покупки и убрали у нее торфяной стакан, пожалуйста, применяйте метод погружения растения в рабочий раствор минимум на полчаса. Иногда я оставляю на 40 минут, а иногда на час. В зависимости опять-таки от крупноты коры в посадке, от количества корней. И вот знаете, вот есть действительно такие тонкости, на которые я очень часто обращаю внимание в своих видео, для вас эти тонкости озвучиваю. Ну все, я сегодня ответила на все практические вопросы, систематизировав их под тем видео. И надеюсь, что вот тема применения именно вот тех препаратов, которые заслуживает нашего с вами внимания, благодаря прекрасным своим лечащим свойствам. Надеюсь, что после моего сегодняшнего еще одного видео у вас уже вопросов не останется. Ну а если останутся, задавайте. Что ж, будем снимать очередное видео. На сегодня у меня все. Желаю вам здоровья, благополучия, всего самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. Ну и до новых встреч. Ну а самым терпеливым зрителям, досмотревшим это видео до конца, я вам называю эту орхидею. Это орхидея Summer Bride. Летнее дыхание или дыхание лета, как угодно. Бесконечная красавица. Мое домашнее название этой орхидеи. Я вам показывала ее в роспуске, но без двух раскрывшихся на кончике цветоноса бутончиков. Сейчас у нее полное домашнее раскрытие. Эта орхидея имеет мое домашнее название Чепчик бабушки или Бабушкин чепчик из сказки Красная шапочка. Реально. И, кстати, вот это название, домашнее прозвище, помогли вы мне этой орхидеи дать. Как-то мне написали, Ирин, а вам не напоминает эта орхидея? Бабушкин чепчик. Реально. Вы посмотрите, какая кружевная красота. И чем старше, я прямо вот заметила, чем старше становится эта орхидея, чем она больше, чем лучше развита корневая система и листовая масса у этой орхидеи. Вот посмотрите, она сейчас у меня уже очень большая. Я ее покупала в размере 2,5. Достаточно быстро в размере 2,5. Когда адаптировалась, она у меня зацвела, но количество цветочков было маленьким. 2-3 бутончика. В принципе, длительно держит она цветы свои на цветоносах, но при этом цветочек не такой крупный, когда она была маленькая. Вот сейчас я ей сделала домашнюю прекрасную пересадку в горшок автополив. Это орхидея. Вот она, смотрите, какая стала большенькая. Вот по уровню руки вы видите, что она классная. И у нее действительно даже на боковой почке основного цветоноса, видите, у нее вот такое красивое сегодняшнее цветение. Она доращивает постоянно. Есть револьверность доращивания цветоноса на этой орхидее. Как я говорю, револьверное цветение. Вот, она доращивает бутоны и делает прекрасный красивый каскадик. Но то, что она сейчас при домашней пересадке намного крупнее, это точно. Теперь точно все. Всем пока-пока.